Всем привет, с вами Олег Бузов. Вполне недавно пройденной игры тачки, захотелось окунуться поглубже в этот безумный мир стритрейсинга. А что обычно у нас ассоциируется со словом гонки? Держу пари и всем исходу назовем три позиции. Need for Speed, Lada Racing Club и фильмы серии Форсаж. Так как Ладу Racing Club обсосали уже все, кому не лень, а в Need for Speed нужно нырять, обложившись энциклопедическими томами с объяснением здешнего мироустройства и лора, ноги отправили меня изучать Форсаж. Ё-моё, да тут хронометража больше, чем в Санкт-Барбаре. Окей, как это обычно и бывает, на помощь приходят фанаты игры GTA San Andreas, клепавшие в свое время моды по вообще всему на свете. Конечно, под раздачу попал и фильм «Тройной Форсаж. Токийский дрифт» 2006 года, на основе которого вроде как выходила даже и собственная игра, но то это игра-курильщика. А вот «Токийский дрифт здорового человека» вот этот вот присутствовал много у кого на пиратских сборниках в детстве. Ну, у меня в том числе. Так что давайте вместе и вспомним, что он из себя представлял. Так, ну, во-первых, уже жутко стилевое меню с крутыми девками. Хе-хе, посмотрим, сколько девок будет в самой игре. Появляемся мы в еле прогружающемся аэропорту Лос-Сантоса, и главный герой жалуется нам на свою жизнь, что вот он только прибыл в город, и он бывший гонщик, который хочет возобновить свою карьеру. Я так понимаю, что начать он решил с карьеры водителя, потому что за рулем такси сидит именно он. Хе-хе, хотя навык лихача в такой работе может сыграть добрую службу. Приезжает он на известный нам Гроу-стрит, и я так скажу, что как в Fallout 3 был город детей, так хе-хе, здешний город — это город гонщиков. Сразу начинается какой-то движ, сюда заезжает скорая помощь, чуть не сбивает двух чуваков возле пафосных машин, делает круг почёта, устраивает ДТП, но хе-хе, всё это не так важно. Важно то, что нашего героя зовут Морган, и он знакомится с неким Джо, который типа какой-то решал из здешних стритрейсеров. Фильмы «Форсаж», кстати, я не смотрел, но чё-то мне подсказывает, что актёрская игра в них недалеко ушла, относительно этих болванчиков. В общем, так как Морган в городе новенький, сначала ему предлагают поучаствовать в испытательной гонке против неизвестного соперника. Цель — добраться из-под моста Малхолланд в конец пирса на пляже, и, скажу честно, нелегальные уличные гонки я представлял себе немного иначе. Что-то типа бескомпромиссной езды с копами на хвосте, где соперники впиливаются в фонарные столбы, а из колонок звучит забористый рэп про тачки, тёлок и... Хе-хе, получил я всё-таки вот это. М-да, мало того, что здесь и копов-то нет, город, в принципе, выглядит заброшенным. Я думал, улицы перекрывают только, когда депутаты какие-то куда-то едут, а не бомжи и гонщики. Да и рэпа здесь нет. С радио, в принципе, вырезаны все звуки. Хе-хе, хотя это база для модов на Сан-Андрес. Соперник же мой, как мне кажется, вообще не знал, что участвует в гонке, потому что никакого соперничества я не почувствовал. На финиш я прибыл в гордом одиночестве, и оттуда мне надо было вновь добираться до Гроув Стрит, чтобы получить следующее задание от Джо. Ну, гонки гонками, а сделать это надо на стиле, чтоб все понимали, что новичок-то не ху**м деланный. О-о-о, вот это транспортное средство по мне. Хе-хе. Бл***ь, такое бы даже полмогер не повторил бы. Ты меня приятно удивил результатами гонки, но если ты думаешь, что все заканчивается, то все только начинается. Хе-хе. Чел, ну, удивить тебя не так уж и сложно, да я и не предполагал, что это конец. Это ж была первая миссия только. Хе. Но вторая гонка стартует незамедлительно, и в этот раз маршрут вообще не изобретательный. Нужно всего лишь проехать по прямой дороге. Хе. Веселье, конечно, полные штаны. Если бы мой соперник не вихлял из стороны в сторону, то я, может, пришел вторым, но и эта гонка оканчивается в мою пользу. Худа больше меня удивила добавленная сюда механика внимания копов. В свободном режиме, если мы будем ехать на скорости выше 70 км в час, а где-то вокруг заспавнятся копы, пусть даже и за несколько районов, где они нас и видеть-то не могут, мы все равно получим звезды розыска, и вся полиция будет брошена на то, чтобы уничтожить нашего героя. Нет, я только поддерживаю охоту с лихачами, но если тут такая нетерпимость к стритрейсерам, то почему во время самих гонок город пустой, будто его спецом перекрывают, и будто бы это легальные соревнования. Третий заезд какая-то сельская местность, мы с противником на крутых Феррари, и... Постойте, нам опять нужно ехать по прямой? Как выясняется, да, но что самое ху**ое, обратный путь до Гроуф-стрит нам тоже нужно проделывать своим ходом. Ё-моё, надеюсь, ваша страховка оплачет вам это, офицер. А вступительной катсцене к четвертой гонке мне открылось еще несколько деталей. Во-первых, во время этого, так сказать, ролика мы можем свободно управлять героем. Во-вторых, окружившие меня копы тоже не желали просто стоять на месте, так что, пока камера следила за Джо, который в рукопашную бросился нас защищать и знакомил Моргана с неким Аль Капоне, произошел потраченный момент. К сожалению, Аль Капоне оказался не известным гангстером, а обыкновенным баллосом, и гонка против него заключается в том, кто быстрее проедет мост. Длится она 12 секунд, я засек. Зато он припарковался модно. Запекая вперед, уже сейчас вам скажу, что вот в этом вся модификация. Каждый заезд — это короткий драгрейсинг, проиграть который, я хз как можно, это нужно обладать особым талантом. Гораздо больше времени будет занимать каждый раз дорога обратно до Гроуф-стрит. Например, следующая гонка будет еще короче предыдущей. 10 секунд, а после нее Джо сообщит, что Аль Капоне требует реванша. Хе-хе. Как говорил классик, you wanna play? Let's play. Однако, этому Аль Капоне бы поучиться водить не мешало, потому что только гляньте, как его пи***зит от стороны в сторону на прямой трассе. Хе-хе. Ну а после так называемого реванша, Мотоделл и вовсе забил на историю. К оставшимся тоже так называемым гонкам даже не будет никакой подводки. Нас просто кидает в транспортное средство и мы ху**ем по прямой дороге. Причем, так называемые гонки будут проходить в Сан-Фьерро, так что дорога обратно к получению задания на Гроуф-стрит будет еще дольше, чем раньше. А вот финал так называемой истории. Мы оказываемся внутри очередной тачки Феррари, на пассажирском сидении какой-то усатый мужик, точка назначения где-то за городом в сельской местности и в этот раз даже оппонентов нет. Нам просто надо доехать. Хе-зе, может просто все остальные стритрейсеры в городе поняли, что со мной тягаться бесполезно и этот усатый чел и есть мой соперник, который просто заранее решил сдаться и хоть таким образом прийти на финиш не позже меня. Я не знаю, но на финише он просто выпрыгивает из машины и все. Мод пройден, больше миссий здесь нет. Нас просто начинают осаждать копы и ФБРовцы, и где-то под текстурой земли летает вертолет, который пытается нас обстрелять. Опять же, фильм «Токийский дрифт» я не смотрел, напоминаю, но что-то мне подсказывает, что истешний сюжет далек от того, что было в кино. Вряд ли гонки там были настолько антизрелищные и глупые. Вряд ли после каждой герой по несколько минут возвращался на Гроу-стрит, и уж тем более вряд ли фильм заканчивался тем, что усатый мужик выпрыгивает из машины, но если все так, блин, я просто обязан это глянуть, это артхаус помощнее Дэвида Линча. Самое любопытное, что если вы смотрели мои прошлые видосы про кринжовые модификации на Сан-Андрес, то знаете, что в каждом из них я обращал внимание на то, что спустя десяток лет некий чел под ником ЯР4270 дорабатывал те самые модификации, улучшал их графически, плюс как-то стилистически доводил задумку автора до ума. Так вот, к токийскому дрифту он не прикасался, зато в 2022 году энтузиасты перенесли этот мод на ремастер Сан-Андреса, в тот самый, который Definitive Edition, и который так жестко попустили фанаты. И знаете, что я скажу? Это даже неплохо выглядит. Что ни говорите, а картинка там относительно того, что мы сейчас наблюдали, действительно не так плоха. Особенно, когда на экране нет пластилиновых персонажей. Зато здесь есть четкие модельки, освещение, отражение, а какой-нибудь Need for Speed Most Wanted все-таки привил нам ассоциативную связь между стритрейсингом и ярко освещенным крупным мегаполисом, так что мод здесь даже выглядит аутентично, а во время гонок город не вымирает, так что нет ощущения, что две машины едут по прямой в каком-то вакууме. Теперь две машины едут по прямой в окружении встречных машин пешеходов, а это какой-никакой все-таки плюс к атмосфере. Ну и 60 фпс гораздо более приятны глазу, чем 30, которые в оригинале. Однако примерно в то же время, когда вышел и оригинальный мод тройной форсаж для оригинальной San Andreas, оказалось, что любителей гоночной тематики у игры довольно много, потому что даже на том же самом диске вместе с этим же самым модом шел еще один мод под названием Night Crimes Ночные Преступления. И это очередное доказательство того, что все подобные сборники были лютым скамом. Мало того, что они в принципе позиционировали себя как такие вот новые GTA, при этом не предоставляя новую GTA, а втюхивая низкокачественные моды. Иногда они просто вообще запихивали на болванки модификации с простым рискином нескольких моделек или вот такую вот дичь. Вот я только что прошел этот кал под названием Токийский Дрифт, ставлю следующую модификацию сборника Night Crimes и оказывается, что это тоже Токийский Дрифт, но с другими моделями тачек, выглядящими максимально колхозно и с таксишками из города Тольятти, ездящими по Лос-Анджелесу. Ё-моё! Да, здесь все такие же гонки по прямой трассе с возвращением на Гроу-стрит в дальнейшем и с такой же финальной миссией, в конце которой усатый мужик выпрыгивает из машины. Правда, здесь добавили парочку новых гонок, абсолютно таких же по качеству и даже впихнули миссию из оригинальной Сан-Андреас, где Майк Торено давал задание проехаться на монстр-траке по пустыне. Правда, транспорт другой, трасса чуть другая тоже, так что да, миссия не та, конечно. Да что уж там, тут даже катсцен с Морганом и Джо не было, Джо в сделку не входил, зато вместо Луны у нас теперь солнечная система, пи***ц, ну вон, даже земля видна, так что поверить, что такое могло выходить на дисках и продаваться в магазинах я могу только в том случае, если это было на другой планете. Хотя, знаете, по сути, индустрия была другой, мы были другие и велись на подобный скам, мир действительно был другим. Так что такой вот сегодня рассказ. Всем большое спасибо за внимание и за то, что досмотрели этот ролик. Учитывая популярность GTA San Andreas в те времена и объемы реализации таких вот подделок, я абсолютно не буду удивлен, что кто-то тоже натыкался на эти модификации, так что буду рад вашим историям про то, как вы воспринимали их в детстве и как впервые столкнулись с ними. Надо сказать, что сейчас я и сам был в шоке от того, насколько это было неожиданно плохо и смешно. Так что оставляйте комментарии, буду рад вашим подпискам и лайкам, жду вас в паблике, на бусте тоже приглашаю, а пока что до скорых встреч и всего вам доброго.